Доброе утро, ребята! Доброе утро! Собираемся и снова на финансовые рынки. Давайте посмотрим за тем, что происходит с рублем и нефтью. Рубль у нас все-таки набрался храбрости, смелости, вернулся в район 50. Нашел ли он поддержку фундаментального плана? Видимо, нашел. Что касается нефти, посмотрите на бренд. Вчера первый раз в этом году мы увидели уровень 64, сейчас бренд даже уже торгуется выше. Что касается фундаментальной составляющей, оказывающей влияние на поведение нефти. Вроде бы как мы с вами закрыли ближневосточный вопрос, подвели итоги в целом значимости военной операции Саудовской Аравии в Йемене. Эта операция по сообщениям самой Саудовской Аравии была прекращена. Авиаудары тоже прекратились. Дисконт с рынка энергоресурсов по ценовой тоже вроде бы как по идее должен был бы снят. Плюс ко всему мы анализировали данные по запасам нефти США. И очередная неделя, кстати, которая по счету 15-я. Увеличение запасов. Да, не такими сильными объемами, как в прошлой неделе, когда мы видели констатацию факта расширения запасов более чем на 10 миллионов баррелей. Но в целом факт роста он налицо, он сохраняется. Я думаю, что мы так плавно перейдем на 16-ю неделю. И статистика, скорее всего, также будет со знакомым плюсом касательно роста запасов. Вроде бы весь этот фундаментальный фон вместе и по отдельности это факторы разгрузки энергетического ресурса. Но, как показывает поведение бренд и WTI, есть дополнительные факторы, которые позволяют реализовывать именно обычные амбиции. Вчера, признаюсь, провел очень много времени за анализом, скажем, поведения нефти в плане оценки тех прогнозов, которые дают экономисты, объясняя текущее поведение. И вот на Бломберге мне понравилось объяснение, почему нефть выросла по итогам вчерашней торговой сессии. То, что по-прежнему есть опасения того, что ближний-восточный конфликт, он окончательно еще не закрыт. В любой момент Саудовская Аравия может возобновить, соответственно, военную операцию. Честно говоря, не особо крутоватая причина для того, чтобы отправить нефть выше 64 долларов за баррель. Мы видели то, что когда вообще появилось первое упоминание о этом конфликте, нефть выросла даже меньше, чем по итогам последних нескольких дней, когда речь шла вообще о спаде боевой активности в этом регионе. Поэтому продолжил поиски и уперся в другую причину, она вроде бы как уже более адекватная. И касается, опять же, оценки перспектив дальнейшей монетарной политики Китая. Несколько дней назад были опубликованы данные по индексу производственной активности HSBS. Это индикатор, указывающий на состояние промышленного сектора. Ниже 50, показатель сохраняется ниже отметки, которые свидетельствуют о восстановлении сектора уже на протяжении нескольких месяцев. И факт того, что к Китаю вышел еще один слабый макроэкономический отчет, трейдеры расценили как возможность того, что Китай запустит новые меры экономического стимулирования. Будет стимулировать экономику, будет поддерживать ее. И значит, в перспективе при позитивном раскладе можно надеяться на восстановление экономики в целом. А если экономика восстановится, речь идет о втором причине потребителей энергоресурсов, может даже сказаться это и на полученном спросе на энергоресурсы. В общем, перспектива, ее даже оценить точно нельзя. Это более года стоит ожидать лучших случаев стабилизации ситуации в Китае, даже если сейчас будут запущены дополнительные меры экономического стимулирования. Но почему-то сейчас некоторые трейдеры, а судя по вчерашней бычьей динамике нефти, трейдеры с очень большими деньгами закладывают возможность того, что улучшение экономики может сказаться на спросе и, соответственно, повлиять на более высокие стоимостные ориентиры по бренду EWTI. На мой взгляд, также весьма натянутая причина, а фактор не совсем, скажем, а стоящий для того, чтобы использовать его в качестве ключевого фундаментального объяснения при принятии решения торговли бренда. Поэтому сейчас нам остается лишь наблюдать за не совсем логичным поведением нефтяного актива, анализировать текущую ситуацию. Но, опять же, даже если мы с вами увидим на следующей неделе очередной рост запасов нефти США, может быть, даже снова запасов, которые окажутся в районе 10 миллионов баррелей, все-таки не факт, то, что это спровоцирует коррекцию цен на нефть. В любом случае, ждем возвращения логики, более, скажем, адекватного подхода к оценке перспектив нефтяного ресурса. И все-таки остается надеяться, что рано или поздно эта логика станет основополагающей в принятии решения. Наша цель по нефти, исходя из среднего долгосрочного позиционирования, это коррекция и возвращение в район 60 долларов за баррель. Что касается реакции рубля, разумеется, как только нефть показала бычью динамику, рубль не дурак, воспользовался такой поддержкой со стороны самого важного энергетического ресурса для российской экономики, снова укрепился. И это, в принципе, сегодняшнюю торговую сессию можно обозначить как третью укрепительную для российской валюты. Поэтому нефть – это причина номер один роста рубля. Вторая причина – это приближающийся пик налоговых выплат со стороны российских экспортеров. Он придется на понедельник-вторник, поэтому сейчас экспортеры продолжают активно скидывать экспортную выручку, валюту и затариваться рублем. И, разумеется, спрос со стороны экспортеров продолжает оставаться сейчас еще одним мощным фактором для поддержки российской валюты. Поэтому, думаю, что и сегодняшняя торговая сессия будет восстановительной для рубля. Понедельник и вторник по факту уплаты налогов тоже может поспособствовать тому, чтобы рубль сохранил консолидацию рядом с уровнем 50 против американского доллара. Но после того, как закончится налоговый период, можно сказать, закончится пик платежей понедельника и вторника, у нас останется, скажем, послесловие касательно ожиданий возможности ослабления рубля в связи с тем, что мы ждем от российского центрального банка еще одного снижения процентной ставки. Эта дата запланирована на какое число? 30 апреля, то есть четверг или пятница, напомните, мне кажется. Четверг в 11.00 по Москве ставка будет опубликована. Посмотрим. 1% скорее всего уже заложен в цену в плане снижения. Если мы увидим еще большую коррекцию процентной ставки, еще большее ужесточение монетарной политики, думаю, что это может стать фактором ослабления российской валюты. Плюс ко всему налоговый период уже будет позади, и с наступления пятницы россияне ведут на затяжные выходные, 4 дня, что может также быть использовано в качестве причины закрытия коротких сделок по рублю, чтобы не перекладывать позицию уже на май. Поэтому, учитывая, что вот этот позитивный фон, касающийся поддержки рубля, вот-вот также перестанет оказывать на него позитивное влияние и быть определяющими факторами, все-таки текущий уровень лучше использовать для того, чтобы рассмотреть возможность занятия длинных позиций по паре доллар, соответственно, российская валюта. Поскольку мы обозначили цель коррекции по нефти в район 60 долларов за баррель, что касается российской валюты против американского конкурента, это также цель, на которую мы сейчас и ориентируемся. Европейская валюта также продолжает радовать тех инвесторов, которые, вопреки общей фундаментальной картине, сделали ставку на укрепление главного валютного риска. По-прежнему у нас ситуация с Грецией фактор негатива, потому что договоренности нет. Сегодня заседание Еврогруппы, и 99% вероятности, точнее даже 100% вероятности того, что вряд ли будет найдено какое-то компромиссное решение, поскольку пакета реформ до сих пор нет. Следующие важные отметки исполнения долговых обязательств перед Грецией, это 30 апреля, когда Греции нужно, по сути, заплатить 2 миллиарда пенсий, пособий и зарплаты государственного сектора. Потом у нас первое число мая, это первый транш задолженности погашения долга перед МВФ 750 миллионов евро. И ближе к середине мая, точнее к 10 числу, нужно будет исполнить еще одно долговое обязательство перед МВФ, это еще более крупная сумма. Поэтому в целом денег получается в обязательствах очень много, а проблемы с ликвидностью они по-прежнему не решены. Транш, обещанный со стороны тройки международных корридоров, также заблокирован, поскольку нет пакета реформ. Сейчас многие инвестопланки обозначают возможность самого даже негативного сценария для греческой судьбы в плане пребывания в рамках валютного блока. Хотя, если мы посмотрим на вчерашнюю торговую сессию и обратим внимание на всплеск оптимизма в отношении главного валютного риска, то этот рост европейской валюты можно связать с заявлениями о Греции, о том, что они питают надежды на то, что какой-то позитивный прорыв будет достигнут в ходе текущего заседания Еврогруппы. Мне кажется, что после подобных заявлений Греция начинает использовать ситуацию во благо себе, превращая государственный институт в очередной институт спекуляции на финансовых рынках. Поэтому они манипулируют толхой для того, чтобы использовать потенциальное движение европейской валюты, ориентирующейся на греческий фонд, для того, чтобы сформировать некоторые резервы, которые, может быть, пойдут на исполнение долговых обязательств. Можно объяснить это и таким образом. Помните, я вам рассказывал про действия руководителя резервного банка Австралии Стивенсона, который как раз также использовал возможность публичного выступления в Нью-Йорке, конференции международного валютного фонда, и также сделал ставку на то, что резервный банк Австралии может понизить процентную ставку в самое ближайшее время. Поскольку таких мягких комментариев и в такие короткие сроки никто не ожидал, это спровоцировало локальное ослабление австралийца. И последние несколько дней мы слышим о том, что, может быть, австралийская экономика не найдет достаточно оснований для снижения процентной ставки. Но как это понимать? Такое ощущение, что руководитель резервного банка Австралии и в целом сам резервный банк Австралии это, скажем, два института, можно так выразиться, которые существуют вне зависимости друг от друга. Это странно. Поэтому манипуляции на рынке Форекс имеют место быть. Остается надеяться, что это всего лишь спекулятивная атака, игра против тренда, и она не имеет серьезных фундаментальных оснований. А если так, значит, рано или поздно рынок одумается и все-таки будет руководствоваться теми целями, ожиданиями и ориентирами, а самое главное тем, определяющим фундаментальным фоном, которые мы с вами закладываем в основу этого самого движения. Поэтому по Греции денег нужно очень много, денег нет. И если денег не будет до 10 мая, значит, необходимо будет проводить референдум, так называемый блебесцит. И можно будет ожидать даже пенделя со стороны еврозоны в рамках Греции, чтобы они покинули валютный блок. Риск по-прежнему актуален. Но, судя по динамике евро, она не очень-то боится возможности этого сценария. Доллар японская иена вчера добиралась до уровня 120, устоять, правда, выше этой отметки не удалось. К второй половине дня мы видели коррекционное движение по американскому доллару. Это можно связать с публикацией двух макроэкономических отчетов, слабых отчетов. Во-первых, это динамика еженедельных заявок на пособие по безработице. Мы увидели рост до 295 тысяч. Это больше прогнозного значения. И еще более негативный прогноз, точнее факт уже в цифрах, это ситуация на рынке недвижимости. Число покупки новых домов в процентном эквиваленте снизилось на 11,5%. Это самое сильное снижение, по сути, с июня 2013 года. Действительно, просадка серьезная. Может быть, каккосрочно эти два макроэкономических отчета будут использованы для того, чтобы снова надавить, скажем, на тот спекулятивный интерес касательно возможности повышения процентной ставки. Но все-таки отчеты не совсем определяющие, не совсем крутые в плане значимости. Поэтому, думаю, что такой негативный интерес к этой статистике, соответственно, снижение привлекательности доллара, могут очень быстро уйти с рынка. Поэтому снова ждем закрепления выше уровня 120 иен за доллар. И еще одну валютную пару – NZD и USD. Откройте, пожалуйста, график и посмотрите. Последние несколько дней пара характеризуется коррекцией. По идее, новозеландец должен демонстрировать корреляцию с австралийским долларом. Здесь есть небольшое расхождение, поскольку по австралийцу по-прежнему вопрос снижения процентных ставок остается подвешенным. Что касается новозеландского доллара и резервного банка Новой Зеландии, то вчера заместитель руководителя банка Новой Зеландии сообщил о том, что низкая инфляция, оказавшаяся на уровне 15-летнего минимума, может также, как и резервный банк Австралии, заставить и этот мегарегулятор также действовать и сообщить о еще одном смягчении монетарной политики. То есть, это то самое снижение процентной ставки, которое мы с вами, в принципе, ожидаем. Но все-таки, я думаю, что австралийцы на этом пути окажутся первым. Поэтому на новозеландскую экономику и решение новозеландского банка мы переключимся после того, как о подобной решительности сообщит резервный банк Австралии. Вопрос есть? На этом есть вопрос. Чем, по-вашему, обусловлен какой сильный рост пары герло-турецкая лира за последние недели? И какой ваш прогноз на ближайшие рейсы? Так, что касается экзотики турецкой лиры, здесь все зависит от того, точнее, девальвация турецкой лиры связана с последними мерами, которые были предприняты Национальным банком о Турции. Напомню, что эти меры носили практически без прецедентных характеров, потому что в январе, если мне не изменяет память, Национальный банк Турции в целях снижения давления на валюту, в целях снижения темпов расходования международных резервов и в целях поддержания стабильности финансовой системы поднял ключевую процентную ставку с 4,5% до 10%, то есть в 2 с небольшим разом. К сожалению, это не возымело никакого позитивного эффекта на поведение турецкой лиры, не поспособствовало укреплению, мы видели, как она продолжила сыпаться, как и против европейского актива и американского доллара. Поскольку эти меры не оказали того эффекта, на который надеялась турецкая экономика, руководство правительства Турции сообщило о том, что турецкий мегарегулятор для сохранения рынка потребительской активности и хороших условий для кредитования обязан снижать процентную ставку, поскольку и с инфляцией также есть актуальные проблемы. Процентная ставка также была снижена с 10% до, по-моему, 7,5%, хотя нет, до 7,75%, вот последнее решение последовало буквально месяц назад, когда ставку в очередной раз снизились со 7,75% до 7,5%. И я думаю, что ставка может в ближайшее время упасть даже до 7%, поэтому по паре, прежде всего, акцент на доллар, турецкую лиру, я предлагаю сделать ставку на еще большее укрепление американца против этой экзотики и возможность даже движения в район 2,8%. Это порядка 1000 пунктов еще восходящего движения. Большое спасибо за... Слушаю вас. Фонд растет, реагируя на общий спрос отношения рисковых инструментов, по сути, повторяет динамику европейского актива. Но фундаментальная, конечно же, картина предполагает коррекцию. Может быть, спрос на фонд связан еще с приближающимися политическими выборами, но эта тема будет актуальна через неделю, по сути, очень быстро пройдет, и придется снова ориентироваться на низкие показатели по инфляции и возможность еще одного пакета экономических стимул. Поэтому 1,50, даже по мнению BNP, Paribas и Morgan Stanley, это уровень, который лучше использовать для увеличения коротких позиций против американского конкурента. Можете поставить там стопы SalesStop. Большое спасибо за вопросы. Ждем дополнительные комментарии на нашем официальном канале о маркетинге. Оставляйте ваши вопросы под видео окном и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго. До свидания.